В эфире программа «Сделанная вятка». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы совершим очередной исторический экскурс. Объект этого экскурса, если можно так выразиться, это наш известный завод «Святич», которому совсем недавно, 28 марта, исполнилось 113 лет. Я думаю, все мы знаем имя основателя этого предприятия, Карл Отто Шнейдер. Обо всем, во всех красочных подробностях мы сегодня поговорим с Сергеем Самоделкиным. Сегодня мы представим Сергея Ивановича как специалиста по истории завода «Святич». Сергей Иванович, добрый день. Здравствуйте. Убежден, что наш разговор, наш бесед был сегодня интересный. И, готовясь к этой передаче, я с удивлением узнал, что вы поддерживаете связь в настоящее время с потомками Карла Отто Шнейдера. Давайте сначала об этом. Что за потомки, какого рода связь? Здравствуйте, коллеги. Здесь речь идет о третьем и четвертом колене Карла Отто Шнейдера. И причем, знаете, как бывает всегда... Это уже пра-пра. Это пра-пра, да. То есть внучка и правнучка. Это как бывает в таких случаях. В свое время, когда Вятич создавал свой сайт, была история пивзавода оформлена на сайте. И, как вот написала эта немка Гизела Кистянсен, которая в настоящее время живет в Швеции... Это внучка или правнучка? Это внучка. Внучка уже. Да. Она написала о том, что она является представителем этого рода Шнейдеров и, соответственно, оказалась в Швеции и рассказала свою историю. Но, как вы знаете, бывает в таких случаях всегда много интересных вопросов, встречных появилось. И вот в январе буквально этого года, на зимних больших каникулах, у нас началась с ней переписка. А как вы нашли друг друга? Кто кого нашел? Знаете, я думаю, что здесь все было просто. Значит, она написала на сайт завода Вятич, а уже с завода мне переслали эту информацию. И вот с этим письмом... Написала наверняка на немецком. Да, было написано на немецком. И с этим письмом я начал работать. И, соответственно, когда я прочитал о том, что у них есть желание узнать тот ли самый завод, который был основным Шнейдером, так как Вятка все-таки для них это историческое место. Дело в том, что у Карлота Шнейдера родилось семеро детей, трое из них умерли в младенчестве, и трое из них в Слободском родились, а четверо в Вятке. И по этой причине Россия, Вятка, в данном случае, для них была, ну что ли, исторической такой частью, памятью их, что называется, деда. То есть у этой женщины родился здесь кто? Отец или мать? Мать. У Карла Шнейдера было пятеро сыновей и две дочери. И вот ее мама, Эмма, была последней дочерью Карлота Шнейдера, которая родилась в 908 году здесь в Святке. Вот, но она очень интересна свою историю, написала, что в 20-х годах, уже прошлого века, ее мама вышла замуж за шведа, они переехали за границу, в смысле в шведскую жить, и там она до сих пор живет. Но у нее есть сын, и она частенько, скажем, бывает в Германии, и в 90-е годы ей удалось побывать на могиле своего деда Карла Отто Шнейдера, который как раз был погребен в районе Берлин-Бух, да, это современный Берлин. Вот, и, но при этом она сказала, что, к сожалению, да, уже в те годы, в 90-е годы, могила и кладбище само плохо, скажем, было ухожено, и поэтому сейчас она потеряна, эта могила. Но при этом тот ресторан, который, скажем, был у Шнейдера, да, у Шнейдера Карла Отто, он остался, но, правда, уже не переехали. Ресторан в Берлине. Да, в Берлине, да. То есть он продолжил развивать этот род деятельности уже, повозвращиваясь в Германию. Ну, он, знаете как, так сложилось, что когда он вернулся в 2018 году в Германию из России, то ему, как потерявшему бизнес в нашей стране, германское правительство компенсировало, да, и ему удалось приобрести вот как раз этот ресторанчик Элезиум в Берлине, но там пивоваренного производства уже не было, то есть он был обычный такой ресторан. То есть он закупал? Да. Закупал уже готовое и продавое. Кстати, тут был очень интересный момент, потому что вот если посмотреть рекламу тех лет, вот имеется в виду, когда еще Шнейдер тут находился, то появилось такое указание, что он является поставщиком двора его императорского величества. Я этот вопрос тоже задавал в письме Гизеля, и она привела такой аргумент, что когда он вернулся в Германию, естественно, ему необходимо было найти работу, и он оставил, скажем, такую информацию себе, что в 2011 году большая часть его сортов пива была примирована, и он удостоился праву называться посвящиком двора его императорского величества. То есть, может быть, сначала это казалось как бы легендарно, такая часть, да, то есть, ну, мало ли что, да, вот, двух дворов императорских, да, мало ли что бывает, но вот тут, по всей видимости, это не легенда, а исторический факт. Но я хочу сказать, что все документы, все вопросы, на которые мне Гизела ответила, она обещала видеокопии сюда прислать, в Киров. А что непосредственно вы попросили? А я попросил, вообще, что касается происхождения, то есть, родословную, и она говорит, что у них есть родословная за три поколения до самого Карла Отто Шнедера и последующий поколение, то есть, вот, включая ее и ее детей, да, и последующих детей у ее ближайших родственников, вот. Но для чего это нужно, чтобы понимать родину, да, то есть, изначально нам ясно, что он родился в Тюрингии, да, это... Так, давайте мы плавно переходим, да, от современности уже к самой личности Карла Отто Шнедера, собственно, о нем где родился, как оказался у нас здесь, в Вятке. Да, он... 1870-й год, да? Да, 1870-й год. Год рождения Карла Отто Шнедера. Да, он родился в Тюрингии, и совершенно молодым человеком приехал в Россию, в Санкт-Петербург, вместе с известным пивоваром по фамилии... Даже не, он образование какое-то получил, конечно, в Германии. Ну, об этом пока еще родители не рассказали, вот. Но я так думаю, что оно какое-то образование есть, но, скорее всего, как вот объясняла Гизела Кристианссону, что Шнедер был помощником этого Бауэра, то есть, наверное, скорее всего, он обладал определенными способностями... Бауэр в буквальном переводе «крестьянин». Бауэр, да, «крестьянин». Вот, и, соответственно, его пригласили реорганизовать известную пивоварню в Питере Калинкин, и вместе с Бауэром в 1895-м году Шнедер прибыл. Ну, через два года, когда... То есть, ему было 25 лет? Да. Но я думаю, что к этому времени уже какое-то основное, в любом случае, образование было, и как-то он себя привел, и Гизела Кристианссон при этом обратил внимание, что он был помощником, да, то есть, Бауэр, соответственно, пивоваром. И через два года, когда закончилась эта реконструкция, он остался в России, и в 1897-м году он женился на соотечественнице, соотечественнице, такая была девушка Мария Шарф. Она, кстати... Её тоже что-то привело в Россию. Да, да, да. Но у неё история, она примерно такая же, она родилась в 1879-м году, также в Тюрингии родилась, но её отец, в общем-то, познакомился со своей супругой, то есть, её матерью, такой Анной, в Риге. Да, да, а из Риги они приехали в Санкт-Петербург и тоже организовали кондитерскую. И, скорее всего, в Санкт-Петербурге и познакомились, да, Мария Шарф и, соответственно, Калл Отто. И, да, кстати, когда ей было 11 лет, Мария Шарф осталась одна, оба родители умерли, да, в эпидемии, от эпидемии, и она с тех самых пор воспитывалась в женском монастыре, да. И вот каким-то образом встреча их состоялась, и Мария Шарф в 1890-1897 году, она стала супругой. 18 лет ей было? 79, ну, 20... 18 получилось? Ну, да, 19 лет, да, 19-17 лет. Болодые девушки? Да, ну, я думаю, что для тех времён возраст такой не являлся препятствием, потому что вот даже если нашу историю посмотреть, в матерических книгах, там, девушки в 15, в 16, в 17 лет выходили, поэтому я думаю, что это для Германии, наверное, тоже не было таким ограничением, как сейчас. По тем временам, в общем, это была такая норма. Да, и они приехали в Слободское, и вот, знаете, вот... Это какой год был? Ну, если судить по тому, что первый их ребёнок родился в Слободском, то, соответственно, это был 1897 год, то, соответственно, в этом году и не оказались в нашем регионе, в Вятской губернии. А известно, что привело-то эту семейную пару именно к нам, в Слободское? А я думаю, что, скорее всего, Александровы, да, известные купцы Александровы, которые к тому времени уже были не только на Вятском рынке... Слободские, соответственно, Александровы. Да, да, Слободские. Да, они уже и в Казани. Кстати, вот известный завод, который в своё время Александровы купили у одного немца, он до сих пор жив и работает, называется «Красный Восток». То есть тут... Где он находится? В Казани. В Казани. Да, и тут очень интересная такая параллель, что вот многие такие предприятия, которые были, они, в общем-то, имеют многолетнюю историю и продолжение. Вот. И он, насколько я понимаю, вот очень хорошо об этом Щепков писал, и, к сожалению, сейчас нет живых, но он исследовал историю завода Александровых в Слободском, и, конечно же, негативно написал о Казани. В каком ключе? В Казани. В Казани. То есть тут, скорее всего, были какие-то обстоятельства, которые пока неизвестны, но эти обстоятельства, они, в общем-то, позволили Шнейдеру спокойно, что называется, безболезненно расстаться с одним предприятием, создать эти предприятия. О том, что дело вроде как миром закончилось, да, никто никого не нагрел, не обманул. Но, тем не менее, вот тут еще один момент, сразу же интересно возникает, я думаю, что отношения Шнегдер не испортил и с жителями города Слободского, и с Александром, потому что вот когда в 2014 году, уже это забегая вперед, его интернировали, он сначала какое-то время в Хашижине был, а потом, две недели в Хашижине, а потом он попросился, чтобы его под надзор полиции отправили в Слободское. То есть, я думаю, это не случайно, потому что в Слободском, наверное, эта атмосфера была ближе, и все равно, и производство, наверное, еще раз. То есть, получается, 6 лет он прожил и проработал в Слободском с 97-го по 1903-й. Достаточно продолжительный слой, безусловно, уже определенная привязанность к этой местности, к этому городу возникла. Согласен. Ну, и здесь уже в Вятке, я так полагаю, что, знаете, вот тут появление его завода, оно тоже очень интересным образом связано. Дело в том, что вот территория, на которой находится завод, он не относился к городской черте, да, он считался... Если кто не в курсе, давайте поясним. Улица Блюхера. Ну, Владимирская раньше была, да? Ну, Владимирская, как бы, Маркса. Нет, 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 это Испенчинская была улица. То есть, давайте сейчас территориально определимся, вот там завод Вятче находится, и где находилось предприятие, которое сломало... Вот оно там и находилось. Все здесь. Да, то здание, которое... Недалеко от Хлыновки. Да, и от железной дороги. Дело-то в том, что тут один момент был, спорный, кстати, момент, когда, скажем, Шнейдер обратился с просьбой, да, или с хозяйством за разрешением открыть завод, эта земля, она уже принадлежала городу. Но она принадлежала городу, стала принадлежать по достаточно простым основаниям. Когда строилась железная дорога Пермская, да, и в соответствии с императорскими указами, вот эта черта, она сразу же становилась городской, да. А изначально территория была по Сеговской волосе, и вплоть до, там, весны 13-го года, вот, скажем, у Шнейдера суды-то шли, продолжались по поводу, имел ли город право отдавать территорию на постройку завода. То есть, в чём тут суд-то было? Он делает запрос, да? Город ему даёт разрешение. Разрешение. Да, выделяет землю, он строит, да. А уж потом у наследников Рязанцевых, да, и, соответственно, вот возникли споры, почему город выделил в ущерб им, да. И, в общем-то, этот суд-то он принял решение в пользу Шнейдера, и это, потому что в рамках закона это происходило, о котором я сказал. В общем, всё утряслось. Да, всё утряслось. Это местность, за ним закона была закреплена. Да, и он там построил, кроме завода, общежитие для рабочих. Рабочие работали, конечно, много, с пяти утра по свиску и до вечера. Вот, кстати, в газетах наших, вятских, либеральных, много достаточно было статей о быте этих рабочих. Не всегда они лицеприятные, эти статьи, но вот так как Шнейдер был иностранцем... Рабочие-то были наши местные или всё-таки приглашённые? Я думаю, что не из вятки, а из ближайшей местности, вот, так как иначе бы они бы не останавливались, не жили бы здесь, в этом общежитии рабочем. Но здесь, знаете, так как Шнейдер оставался иностранным, подданным, да, то у него были определённые трудности. Но особое внимание всё равно к нему правоохранительные органы, в том числе, наверное, проявляли. Правоохранительные органы, это если в суверенном изучении взять, например, такая была пожарная дружина, 100 человек, руководимая таким известным вятки брендмейстером Талерко, которые регулярно, да, к нему наведывались и праздник пива устраивали, да, вот, если... За счёт заведения. За счёт заведения, да. Вот, и он их угощал, кстати, эта традиция такая хорошая, когда, скажем, хорошее пиво можно пробовать. Но дело в том, что, видите, Шнейдер всё-таки был иностранец, поэтому у него должен был быть партнёр здесь. Должен быть партнёр, и этот партнёр у него появился в лице купца Шмелёва. Да, Шмелёв, давайте всё-таки вот ещё по хронологии уточнимся. 28 марта 1903 года было зарегистрировано, как сказать, товарищество авиацкого пивоваривного завода Шнейдера и Шмелёва. И строительство уже после этого началось? Да, да. Смотрите, вот, газета, есть такая северное слово у нас, она издавалась, и «Вятская газета». И там вот первые упоминания о том, что завод запущен, и именно как завод, они датируются там 1907 годом, да. То есть можно полагать, что где-то 4 года прошло, да, с малейшей регистрации товарищества и пускай предприятия. Да, скорее всего так, потому что в основном это было непонятно. С 4 года, вот с 1903 года до 1907, в общем-то никаких известий в газетах авиацкого периода не было, да. То есть и только уже, как я сказал, с 1907 года стали эти статьи появляться о заводе. Но я так думал, что завод уже был готов, потому что, вот я уже упоминал о быте, или, допустим, о производстве, когда статья была. Вот, но если возвращаться опять же к Шнейдеру, то ему хотелось закрепиться в этой нашей стране, вот. И, естественно, можно было закрепиться только участвовать в различных, скажем, сообществах, да. И он участвовал активно, и в обществе охотников, рядкие призы выставлял, и в пожарной дружине он был одним из... В общем, он должен был как-то показать себя с хорошей стороны перед местным населением, да, что я тут свой, вроде как, несмотря на то, что родился в Германии. Ну, кстати, Шнейдеру, вот, несмотря на то, что, скажем, он мог заниматься исключительно производством, это ему пришла в голову такая идея, что можно пиво и продавать. И не просто на вынос продавать, а ещё с едой, да. Подождите, а зачем варить пиво и не продавать пиво? Нет, нет, имеется в виду, не продавать, не про то, допустим, продажу, а именно, вот, где человек, приходя в заведение, может посидеть, попить и поесть при этом, да. Вот, и здесь единственная разница заключалась только в том, сколько составлял сбор, да. Если, скажем... То есть плата за... Да, да, если лавка открывалась, пивная, там, один годовой сбор, если трактир, там, порядка было 700 рублей в год, от этого зависело. Для города, конечно, вот, несмотря на то, что регулярно здесь в конце августа отмечались вот эти праздники трезвости, да, вот, для города, конечно, это было... Это уже в советское время? Нет, 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 это ещё в царское время, да. Да, да. То есть это, видимо, общество трезвости организовывали. Да, это было важно, и, соответственно, в любом случае ограничения существовали. И, например, вот так же, как и сейчас, и сто с лишним лет назад нельзя было вот эти учреждения, заведения иметь вблизи учебных заведений. Вот. Очень чёткие были порядки, обусловленные, описанные городской думой, принятые, в частности, например, внешний вид, обслуживающий персонал должен быть надлежащим, рабочее время, да, то есть в определённые часы, отдых служащих должен был быть. Вот, хотя не все заводчики соглашались, потому что считалось, что это можно работать много и продолжительно, но городская дума, она, в общем-то, настояла, и у этих, скажем, заведений появились, что называются, выходные дни. Вот. Но здесь, знаете, вот этот бизнес, он... Это заведение там же располагалось? Оно располагалось по вятке. То есть несколько заведений? Их было много. Здесь дело в том, что как появлялось какое-либо заведение, ну, у конкурента, соответственно, у Шнейдера. Здесь у нас было порядка пяти таких конкурентов на вятке, которые занимались продажами пива, а производитель был один. Но вот если вспомнить завод Александровых, это недалеко, в принципе-то, от города. Послабаться. Заведено, заведено. Откуда это оборудование? Откуда деньги? Что это был богатым человеком на тот момент? Я думаю, что, знаете, вот, дело в том, что, если он занимался производством изначально, да, и продажей, то, что он, в основном, какой-то капитал-то у него сложился. Вот. Но всё оборудование в нашей стране ведь тогда не производилось. Я имею в виду, пивоваренное производство, оно всё равно возилось из-за границы. И, кстати, это не только в Вятке и Слободском, но и в других городах, в губернии, где пивоваренное производство было организовано. Но, единственное, что технологии были разные. То есть, в каких-то случаях, скажем, для производства пива могли использовать картофель, а в каких-то случаях, скажем, ту же рожь, да. Рожь ещё как сопутствующий был продукт, да, вернее, использовали для производства, ну, для винокурения, в целом-то. Вот. Поэтому тут моментов-то много возникало, и я так полагаю, что Шнейдер в каком-то моменту, скорее всего, это был, знаете, хозяйственный способ постройки. То есть, это не заёмное средство, то есть, об этом мы, по крайней мере, не знаем. Но я так полагаю, что здесь именно те средства, которые он сам зарабатывал от продаж и вкладов. Может быть, этим и объяснить, что достаточно продолжительный срок для постройки. Но этот его партнёр, господин Шмилёв, он тоже подавался. Я думаю, что да, потому что он был купцом, но Пальм Первенцев, я думаю, знаете, вот это как зиц-председатель, да, такое понятие. И Шмилёв здесь нужен был, скорее всего, именно для того, чтобы Шнейдер мог полностью развернуться, и ничто его со стороны нашего государства не должно было смущать, так как это товарищество было совместно, да, то есть, где иностранное лицо присутствует, как учреждитель, соучастник, и где российское лицо в лице Шмилёва. Вот, я думаю, в таком плане и взаимодействие её осуществлялось. А сумма точно неизвестна? Ну, я где-то, я где-то, знаете, видел, но, честно сказать, пропустил этот момент, потому что не проявлял, по большому счёту, интерес, сколько обошлось, да, строительство завода. Ну, а оборудование-то? И в основе было всё? Здесь, видите, не проследить, если была бы, скажем, у нас в то время таможня, да, то можно было бы выяснить, декларировалось ли оно здесь, в таможне. Но я хочу сказать, да, но по другим обстоятельствам, если смотреть, то, скажем, многие предприятия, даже вот, когда в своё время создавалось, строился, не строился, а электростанция здесь в Вятске строилась, то было известно, что оборудование было немецкое. Да, значит, что это было немецкое оборудование, компания «Сименс». В своё время даже вот Нобель был в Вятке, и у нашего вятского губернатора спрашивал разрешение приехать на Ржевский оружейный завод, и у него здесь стояли баки с нефтью. То есть тут, конечно, можно со 100% умеется говорить, чтобы это не было российское производство, не было российским оборудованием, а иностранное, скорее всего. А что касается рецептуры приготовления пьяного напитка, можно говорить о том, что оно было традиционное, немецкое? Ну, знаете, вот, если брать исключительно Шнейдера, то, конечно, можно. Почему? Потому что я вот не случайно вспоминал его сотрудничество с Пиуаром Бауэром. Я думаю, что именно немецкая рецептура, она и стала основанием. В своё время, знаете, вот, не помню уже в каком году, наверное, в 13-м году, в 1913 году, Шнейдер предложил на продажу такое немецкое пиво Big Bo, да, и, соответственно, это пиво чисто немецкой рецептуры, и я так думаю, что точно такие же использовались сорта. Но вот для немцев это имеет значение, я думаю, что Вячес сейчас также поддерживает, да, вот этот известный закон Райнхайдский бот, это чистоты, да, пивоварения, то есть основные компоненты, которые используются для пивоварения, и я думаю, что Калл Отто был настоящим немцем, поэтому он мог, вернее, не мог, а не мог иначе варить, если не следуя этому закону о чистоте пивоварения. А пиво в чём продавалось? В ящиках, это имеется в виду неправильно, ящик это, нет, оно и бочка продавалась, и была такая единица измерения ведро, да, а ведро по нынешним понятиям это как ящик. Ящик, то есть объём-то в литр, корректно переводить в литр, да, то есть по пол-литра и 20 бутылок как раз 10 литров-то и будет. Вот меня всегда удивляло, да, почему в старину именно ведрами всё мерилось, ведь не только пиво-то, и многое другое, многие другие же. Да, и единицы измерения, да, ведрами измеряясь, поэтому, да, у него же, знаете, даже был, вот в рекламных объявлениях он извещал о том, что звоните по телефону 343, уже телефон у него был, да, вот, можно было... Получается, одним из первых он, да, в городе? Можно было заказать, позвонив по телефону, да, и вот я уже говорил о том, что он наряду с продажами пива ещё организовал вот эти заведения, где можно было, ну, вот в современном понимании, вот эти комплексные обеды, там, цена, помню, 35 копеек можно было пообедать, вот, из 3-х плюс из 4-х там 45, из 5-х там 60 копеек, да, то есть вот такие цены интересные были. Но, в общем-то, это, я считаю, что расцвет завода, он как раз на довоенный период и выпал, потому что в этот период у него очень много было построено, и вот я даже принёс один газетный материал, где было сказано, какие бильярдные шары у него стояли, да, там, вернее, бильярдные столы. С бильярд можно было ещё поиграть в этих заведениях. Да, 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 да. И, кстати, вот, когда мы говорили о правоохранительных органах, то здесь я его больше всего контролировал, но, конечно, полиция контролировала не с точки зрения порядка, а с точки зрения безопасности, потому что ведь электричество было, и пожары случались, и, соответственно, нужно было обеспечивать безопасность этих заведений. Нужно было. У нас сейчас небольшая реклама. Я напомню, что мы говорим об истории завода «Вятичи». 28 марта исполнилось предприятие «Сто тринадцать лет». Сейчас небольшой перерыв, после которого мы разговор наш продолжим. Напомню, что гость студии сегодня Сергей Самоделкин, специалист по истории завода «Вятичи». Итак, продолжаем программу «Сделаны в Вятке». Сегодня мы говорим об истории завода «Вятичи», специалист по истории завода в нашей студии. Это Сергей Иванович Самоделкин. Сергей Иванович, ну что, вот вы, судя по газетам, да, мы определились с датой, годом запуска завода, 1907-й, и что дальше? Вот запустился, и эта продукция начала, как она начала набирать популярность. Ведь товарищество-то создавалось, кстати, с целью продажи не только в Вятской губернии, не только в Вятке, но и за пределами далеко. Вот, здесь, опять же, если возвращаясь к таможенной теме, вот я думаю, что со временем, да, эта тема будет более полно раскрыта по поводу, экспортировал ли Шнейдер свою продукцию за пределы российской губернии. Но вот, знаете, вот, я думаю, что если в рекламе у него находилось, что он являлся поставщиком еще с акции Меннингского двора, то, скорее всего, да. В Германии. Да, в Германии. Вот, но Вятская губерния, кстати, хочу сказать, она не последнее место занимала по экспорту и других товаров. Вот я, знаете, очень удивился в 911 году, когда нашел информацию, что на третье место Вятская губерния занимала по экспорту яиц. 500 тысяч штук в год экспортировалось, да. Тамбовско с Московской они были лидерами, но вот в наших тех условиях сто лет назад, как это собрать, это количество, эти 500 тысяч яиц, сохранить, довести до Хангельского порта, да, и, в общем-то... Хорошо, подвигли, отвлекли яиц. То есть, я думаю, что, скорее всего, да, скорее всего, вот Шнеллер занимался поставками, вот. Но, видите, мы заберем исключительно пока нашу территорию, наш город, и здесь он действовал достаточно эффективно и энергично, потому что к определенному моменту, да, в общем-то, борьба обострилась на этом рынке, и кроме него, как я уже упоминал, появились Александровы, потом такое товарищи Сабакана, Жигулевское товарищество, и еще там пара таких коммерсантов, которые занимались, создавали конкуренцию. А известно, какие они фишки, ходы придумывали, чтобы опередить друг друга? Все фишки, они были очень простые, они заключались в том, что эти компании строили друг с друга лавки пивные, да, то есть, если... В общем-то, они не слишком оригинальные. Да, но это вот сейчас, может быть, это, да, это, может быть, ходом было, вот, когда, скажем, появилась одна пивная лавка, напротив появилась другая пивная лавка, это как вот в нашей стране с заправками, да, примерно так же, такая же ситуация. С одной стороны дороги, а один производитель бензина, с другой стороны... Да, 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 это вот эта схема, она здесь просто жива, и поэтому так и было. И поэтому у вянской-то городской власти и появилось желание ограничивать, чтобы вот таких заведений не было в тех местах, где учатся дети, вот, и какой-то порядок. В общем-то, у Шнедера, я считаю, что у него именно как раз шло очень... Вот первые 100 тысяч, говорят, ведер, которые было сделано, да, но это же существенный показатель. Тем более, хочу сказать, что в те годы заводы, вот, пивоваренные, они не работали круглый год, да, они работали сезонами. То есть, вот, сезон зимний, начинавшийся с ноября до апреля, а потом, скажем, крестьяне уходили заниматься хлебопашеством, да, и, соответственно, по осени опять возвращались. То есть, это не годовой, что называется, аппарат был, да, а именно определенный период времени занимался. А где брались сырье? Где бралось сырье для изготовления? Сырье? Продукция. Оно местное было или привозилось все-таки? Честно сказать, я не знаю, где оно бралось, но думаю, что, скорее всего, должно быть местным. Просто я читал некоторые материалы, вот тот же хмель, достаточно, его производство было развито. Ну и по словам... Сейчас иная ситуация, конечно. Скорее всего, да. Я думаю, что, наверное, было бы нелогично привозить из-за границы, тем более в тех условиях. Но, опять же, знаете, у немцев есть такая поговорка, пиво любит родину, да. И, соответственно, то есть, компоненты, они должны быть родными. Кстати, на заводе очень много внимания уделяется тому моменту, что вода, как основной компонент для производства местного, да, разлива, что называется, существующие пять скважин, которые были освещены в свое время нашим вятским архипастырем, да. Вот даже фотографии этого момента есть на заводе. Но, правда, опять есть легенда, которая говорит очень интересно в пользу завода, почему вода такая вкусная и чистая, что будто бы Шнейдер в одну из этих скважин бросил свое фамильное серебро, да. И по этой причине, скажем, вода такая вкусная. Но это некая легенда все-таки, да? Тут, видите, надо исследовать, если исползать, да, в эту скважину посмотреть, да, можно оно и есть. А где-то скважины располагаются? Да, они все на территории завода, все скважины на территории завода расположены, но это и правильно, потому что, скажем, какой-то другой источник, да, брать это было бы неправильным образом. Тем более, видите, когда завод строился, казалось-то, площадей-то много, да, это вот по сегодняшним понятиям завод как-то скованно выглядит с одной стороны, скажем, улица, жилые дома и слез на дорогу, да. Но, тем не менее, и в нынешних условиях завод находит очень интересную возможность для того, чтобы новое предприятие, новое производство создать. Вот вы в мае будут готовы к классному производству, да, то есть можно посмотреть, как это в таких... Какая-то, кстати, секрет еще, насколько я понимаю. Я думаю, что не секрет. Не секрет. Нет, не секрет, потому что вот мы с Марией Печенкиной на эту тему говорили, потому что... Сотрудницей, да. Да. С заводом. Вопрос я ей задавал, когда Машу можно уже приводить на экскурсию на классное производство, она сказала, что это будет отдельная экскурсия. Ну, давайте все-таки вернемся к Арлауту Шнайдеру. И вот, по-моему, Шнайдеру шесть минут у нас буквально остается, недолго, так скажем, да, пришлось наслаждаться лаврами 1914 год, начало Первой мировой войны, войны с Германией в том числе, да, и, понятно, немец Шнайдер попал в опалу. Да, кстати, это было в начале, ну, вот, когда только война была объявлена, и вот у меня есть с собой дело, в котором было сказано, вот я могу его зачитать, вятский полицмейстер докладывал вятскому уездному воинскому начальнику вследствие циркулярного предписания вятского губернатора 25 июля сего года, за номером 9805, сообщая вашему высокоблагородию, что проживающие в городе Вятке военнообязаны германские подданные Карл Оттофф Шнайдер и фриц Христиан Бауэр, этот Бауэр капельмейстер был, мною 27 июля обязаны подписками о невыезде их из города Вятки, как считающиеся военнопленными, в преддосового на то распоряжение. При этом присовокупляю, что все письма, переводы, денежные суммы, равно как и почтовые посылки, адресуемые значимым лицам, или им отправляемые, должны состоять под надзором подлежащего военного начальства. И вот этот статус военнопленного, он что предполагал? Он, с одной стороны, лишал вот этих возможностей общаться с внешним миром, а с другой стороны, вот это тоже для меня было удивительно, когда Гизела Кристианская написала, что он был отделен от семьи. Напомню, что внучка. Да, что он был отделен от семьи. И вот эти годы он находился, скажем, 8 месяцев в Слободском находился, 17 месяцев в Белом. А когда его туда? А вот это все, она мне написала, что с 14 по 18 год он побывал в разных городах. То есть их перемещали сначала в Вятки, потом 2 недели в Верхошижеме, потом 8 месяцев в Слободском. Это все его перевозили? Да, да, да. Специально приставленные к нему люди? Потом 17 месяцев в Белых Лунице, потом в Нолинске. И только к началу 18 года им разрешили вернуться в Вятку. Ну, тут же мы знаем, что в 17 году произошли определенные события в нашей стране, и они вернулись. Шнейдер вернулся. В революцию, наверное. То ему предложили продать эту долю, вот, и он продал вдове своего компаньона, Шмелевой. Это уже в 18-м году? Нет, это было в 14-м году. В 14-м году это было. А в конце августа уже общий запрет был введен в нашей стране на производство и продажу всех напитков, и слабоалкогольных, и крепкоалкогольных. И Шмелева уже в 15-м году организовала завод фруктовых вод. Он действовал до революции. А был на базе этого предприятия? На базе этого предприятия только изготавливал квас и фруктовые воды. А уже позже, когда страннохозы появились в 17-м губернии, они, в общем-то... Да, завод был национализирован, и уже в 21-м году вновь появилось пивное производство на этом заводе. То есть, с точки зрения юридической, у Шнейдера, получается, ну так как он продал свое производство, то у него, в общем-то, нет... Известна сумма, кстати? Я думаю, что нет. Нет. В делах я, кстати, не встречал. Вот я смотрел, но не встречал... Но эта продажа была официально задокументирована, все юридически грамотно? Да, даже в газетах об этом было извещено, что он вышел из всех остальных обществ, которых состоял, и продал имущество. И вот в 15-м году уже появилось явление о том, что этот завод фруктовый плод. Итак, помотавшись по нашей губернии с 14-го к 18-й, в 18-м году он интернируется в Германию. На родину он свою? Германия родина для него, да. Нет, я имею в виду туда, где он родился непосредственно. Нет, он, видите, оказался в Берлине. В Берлине? В Берлине, да. И вот, как я уже сказал, ему немецкое правительство, посчитав, что он потерял здесь бизнес, предоставило возможность купить... Компенсировал? Купил пио-варди Элезиум. Я думаю, когда мне пришло, что Гизелла Кристиансона обещала прислать фотографию этого ресторанчика... Он работает до сих пор? Нет, он сейчас не работает. Место есть, дом есть, а ресторана нет. Ну, в общем-то, и потом никто из потомков Шнейдера не продолжил. Вот именно этот род занятий? Да, этот род занятий. Они в разных частях оказались света. Ну, вот, как я говорю, из ныне живущих Гизелла Кристиансона, которой уже много-много лет, она с 37-го года, уже почти 80 лет ей. Вот, и вот тут Катрин Шольц, правнучка, тоже, в общем-то, никто из них не имеет отношения к пивоваренному производству. Поэтому, и для них это приятно, что в России было такое производство, и пиво, которое Шнейдер... Они считают, что... Почему было, оно воссталось? Нет, 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 которое Шнейдер производил, и вот нынешнее пиво, да, производимое заводом, это память, благодарная память об этом основателе. А дата, год смерти короля? Он умер в 18... ой, в 1942 году в Берлине. Достаточно долгое жизнь прожил. Да, прожил, хорошо. 70-70. 72 года в больнице, правда, умер. Вот, и там же похоронен. Ну, о могиле я уже в самом начале передачи говорил, что она не сохранилась, потому что, ну, Берлин уже был... Это, кстати, восточная часть Берлина была, вот, и, соответственно, я так думаю, что никто тогда на это тоже внимания в те годы не обращал. Ну что, спасибо, завершается наша передача. Я еще напомню, что эта передача сделана в Вятке. Сегодня мы посвятили нашу программу истории завода Вятич. Напомню, что заводу исполнилось 28 марта 113 лет. Ваше общение, насколько я понимаю, продолжается с потомками Шнейдера. Да. Я думаю, что в ближайшее время наберется материал для еще одной передачи. Хотелось бы. Если обо многом не поговорили, вы вначале, перед программой, вернее, говорили, что с заводом связано много легенд, я думаю, что в ближайшее время встретимся еще. Конечно, это интересно было поговорить. Спасибо вам, Владимир, за возможность поучаствовать в рассказе о заводе. Всегда хочется поделиться. Спасибо, спасибо, Сергей Самоделкин, специалист по истории завода Вятич. Завершаем программу. Всего доброго. До свидания. До свидания.